Что за письмо? За чей подписью? Значит, мы получили письмо 22 июля. А, к нам поступило письмо 25 июля 2016 года. Значит, я его зачитаю. Доводим до вашего сведения, что 9 июля 2016 года вступили в силу изменения в постановлении правительства Российской Федерации от 5.07.2013 года номер 568 о распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных федеральным законом о противодействии коррупции и другими законами в целях противодействия коррупции. Далее постановление 568, касающиеся ограничений, запретов и обязанностей налагаемых на работников организации, созданных для решения задач, поставленных перед федеральными государственными органами. То есть, что это значит? То есть, что это значит? Что к 1 сентября... А, и в конце. Срок до 1 сентября 2016 года против проинформировать Департамент контроля и кадров Министерства культуры России о принятых мерах. Если в двух словах говорить, что вчера я должен был уволить моего брата Аскольда Запашного с поста художественного руководителя Большого Московского цирка и мою маму Татьяну Васильевну Запашину, которая является заместителем Большого Московского цирка, директора Большого Московского цирка уже на протяжении 3,5 лет. Я хотел бы сказать, что на протяжении 3,5 лет, которые я работаю директором Большого Московского цирка, мы уже прошли не одну проверку, в том числе и проверку счетной палаты. И все наши результаты, они более чем хорошие. То есть и показатели цирка растут, и прибыль цирка растет, и имиджевая составляющая, и зарубежная гастрольная деятельность в разы стала активнее. То есть у нас все хорошо. А тут получается, что мы подпадаем под этот закон только потому, что... Что у вас династия. Да, что брат есть брат, а мама есть мама. При всем при этом... Да, что у вас династия. Да, при всем при этом, если в буквальном смысле слова исполнять этот закон, то трагедия не в том, что у меня брат или мама вчера должны были быть безработными, а в том, что мне еще надо уволить большую часть артистического состава. Потому что внутри цирка династийность, она более чем крепка. И структура выглядит так. Есть большой, например, групповой номер акробатов под руководством заслуженного артиста России Максима Сильнихина. И на нем есть имущественная ответственность, материальная ответственность. А дальше в его номере, в его же подчинении, работает его жена, его брат и жена брата. И этот номер уже выиграл у нас пять международных цирковых фестивалей, потому что это по-настоящему очень сильные акробаты. Но лестница состоит как раз в том, что один из представителей селье руководитель, а другие, чисто даже формально, все равно его подчиненные. И они тоже, получается, попадают под этот закон, потому что они работают в структуре. И эта глупость, конечно, неимоверная, потому что разъяснений к этому закону нет. Тут вроде как указано, что госслужащие, но я не являюсь госслужащим, потому что я выбирался на конкурсной основе. Мы в ГУП, мы коммерческое предприятие, мы не бюджетная организация. Мы, наоборот, приносим деньги государству и не пользуемся бюджетным финансированием. И задача у нас стоит пропаганда циркового искусства, популяризация цирка, работа со зрителями, как развлекательная, так и научная деятельность. И странно, что мы вдруг попали в категорию, что мы выполняем госзаказ и являемся государственными служащими. Поэтому, конечно, все это проецируется не только на большой московский цирк, но на индустрию в целом, на весь цирк. Потому что, если мы сегодня с вами будем брать, то династии Дуровых, династии Корниловых, Марчевских, но они более чем сильные в нашем цирковом мире. И как раз на династиях держится, в принципе, цирк. А самый главный момент, даже если вдруг мы боремся с коррупцией, то, мне кажется, культура – это наименьшее, где вообще можно найти слово «коррупция». Я имею в виду в творческой составляющей, потому что я еще ни разу не был свидетелем какого-то коррупционного творческого скандала. То есть вся та коррупция или задержание чиновников, которые происходят в Министерстве культуры, они никогда не касались творчества. Они касались реставрации, ремонта, осваивания каких-то бюджетных денег. И культура всегда финансируется по остаточному принципу. И говорит о том, что здесь какие-то громадные деньги у нас в творчестве ходят. Но просто-напросто не приходится. То есть это не казенная бумага, а в худшем смысле какой-то цирк получается со стороны? Ну, в плохом смысле слова. В плохом смысле слова. При всем при этом, ровно три дня назад у нас было совещание замминистра культуры вместе с юристами. И было четкое указание до первого сентября уволить брата, уволить первого заместителя. И если мы это не исполняем... Вы коррупционировали? Ну, значит, будет увольнение самого директора, то есть меня. Я честно признаюсь, я это устное указание не выполнил. На сегодняшний день надо мной, наверное, висит топор. И я никогда не пытался конфликтовать с министерством культуры. И во многом поддерживал политику нынешнего министра культуры. Но на сегодняшний день у меня рука не поднялась, потому что я не понимаю, за что я должен уволить моего брата Аскольда, который, по-моему, художественного руководителя, только увеличил прибыль большого московского цирка за то, что прекрасные делают спектакли, за то, что видоизменяет творческий наш цирк, за то, что имиджево цирк переходит на другую уже ступеньку гораздо выше. Я не смог это сделать ни из каких соображений, ни как брат я это не смог сделать.